добрый день рад вас приветствовать такую хорошую погоду но потому как говорят на территории россии тоже нормально хорошая погода значит все кто нас слушают в регионах тоже находится в зоне достаточно комфортного пребывания это хорошо вот найти я все время думаю вот чиновники которые у нас работают вот в правительстве в думе они вообще вот предназначены только для того чтобы портить настроение или они еще для чего-то другого предназначены недавно разговаривал с определенными ребятами которые работают в министерство здравоохранения вы знаете вменяемые люди вот но естественно они там как бы политику не определяют политику определяют наверху они являются непосредственными исполнителями рассказывают ну даже даже не знаешь как реагировать на это короче так принята стратегия глобальная стратегия назначена ближайшие пять лет основные усилия значит министерство здравоохранения будут направлены только на то чтобы поддерживать здоровье трудоспособного населения а скажем здоровья тем кому уже за 50 знаешь получается уже министерство здравоохранения они она к этим людям никакого отношения не имеет и вообще все эти функции переданы на министерство социального развития которые но надо понимать что никакого отношения к медицине не имеет исходя из этого сразу же напрашивается грустный вывод значит ребята если вам за 40 то вы уже за своим здоровьем должны следить самостоятельно на что основа государственные органы не будут тратить на вас деньги не будут заказывать какие-то исследования и их их более интересует другой контингент так сказать наиболее трудоспособного населения вот и там они будут сосредотачивать свое внимание знаете вот ну чушь конечно полная но еще еще большая глупость что наконец утвердили предране работающие подзаконные акты но тут уже вообще не знаю что делать вот моя знакомая она вообще биохимик доктор биологических наук хорошая тетка значит новосибирске занимается геронтологии продлением жизни биохимии продления жизни и прочие прочие вещи вот на основании вот нынешних постановлений она не имеет права преподавать медицинском институте то есть получается что все биологи которые работают значит вот в направлении здоровья они на сегодняшний день от медицины будут полностью оторваны вчера с ней разговаривала плечами пожимает не знаю что делать в принципе рассчитывал на то что будет продолжать осенью читать лекции студентами студентам медицинского института а час медики значит не будут получать знания от тех ученых которые занимаются исследованием и разработкой значит процессов геронтологии по крайней мере но как это вот мне известно например основные прорывы в области медицины основные методологии в области медицины разрабатывались не медиками разрабатывались биологами которые в своих лабораториях естественно на животных и и прочее исследовали всевозможные там препараты различные и прочее я практически не знаю вот глобальных глобальных таких открытий начиная с пенициллина кстати вот которые разработали бы медики все эти открытия медицинские разработали биологи а потом уже внедряли в медицинскую практику но кто как не студенты будущие медики должны с этими работами открытиями знакомиться естественно вот на сегодняшний день их на уровне законодательства нашего вот такого странного немножко мягко скажем лишают такой возможности для того чтобы медикам преподавать те же самые ту же самую биохимию например надо иметь медицинское образование но если ты медик ты не работаешь в лабораториях ты не биолог так сказать ты что ты можешь знать на эту тему конечно это очень грустно все безусловно и на сегодняшний день ну ждать резкого повышения даже в будущем уровне уровня компетенции наших медиков не приходится вот к сожалению вот приходится вот констатировать вот такой факт это значит что не сегодня не через 10 лет вот уровень нашей медицины по сути он не будет соответствовать тем потребностям которые предъявляет к этому уровню жизнь другая очень интересная тенденция то что сейчас например в медицину идет очень много людей с техническим образованием с одной стороны это хорошо потому что действительно медицина насыщается всевозможной техникой насыщается значит там аппаратами обслуживанием ослуживание которых требует технического образования но человек с техническим мышлением это не медик и человек с техническим мышлением это не биолог он не понимая сути процесса может работать только с голым железом это не поднимет нашу медицину на какой-то более высокий уровень это может сделать нашу медицину более комфортной это да там скажем решение технических проблем мы той же самой диспансеризации например технических проблем там уберет очереди в может убрать очереди в поликлиниках сделает более комфортные и более доступные такие исследования как мрт там и другие сложные технические исследования но само исследование Это инструмент. Вы сами понимаете, для того, чтобы этим инструментом воспользоваться, нужна еще очень высокая квалификация медика, который этим инструментом работает. Это все равно как скульптор. Молоток у всех одинаковый. Молоток – это инструмент. Всякие МРТ, кардиографы и прочие вещи – это инструменты. Но есть еще руки скульптора, которые, если они из правильного места растут, который с помощью этого инструмента может сделать прекрасную статую. А если этот инструмент попадает в недостаточно компетентные руки, то ничего хорошего, вы сами понимаете, из этого не получится. Какой бы хороший инструмент ни был. И это действительно так. Мы с этим на сегодня сталкиваемся, постоянно общаясь с медиками. Я просто чувствую уровень их неподготовленности и некомпетентности в обсуждении проблем общей биологии, например. Потому что сейчас и биофизика, и биохимия продвинулись достаточно далеко. И медики как-то оторваны от этого. К сожалению, следует констатировать, а это значит, что такие вещи, как, скажем, профилактика, как мы уже говорим, как собственное личное отношение к своему собственному здоровью, естественно, выходят на первый план. Почему? Потому что за здоровьем, хотим мы того или не хотим, все равно надо следить. Либо это делает государство через свои институты, может быть, даже и коммерческие какие-то образования через свои институты, либо это делаем мы сами. Если этого не делаем ни мы, ни государство, то мы получаем результат, который имеем. Россия на сегодняшний день на 160-м месте по уровню продолжительности жизни. На 160-м месте, представьте, ниже африканских стран. Вот это результат, когда ни мы не занимаемся здоровьем, ни государство не занимается здоровьем. Тут уже никуда от этого не денешься. Конечно, наиболее перспективное направление в области экспериментальной медицины и биологии это работа с белками, то есть, как сейчас говорят, с пептидами. Короткие пептиды или расщепленные белки занимают здесь особое место. И на сегодняшний день, ну, наверное, только уж очень ленивый и человек очень не эрудированный не слышал, что такое короткие пептиды. Ну, вот женщины, наверное, все слышали о пептидной, так называемой пептидной косметике, там и прочие вещи. Но мы, непосредственно работая с этим, еще раз возвращаясь к теме одной из предыдущих выступлений, начали, вот только начав работать, мы стали очень хорошо понимать, что исходным сырьем все равно является белок, то есть пептиды. На сегодняшний день мы искусственно не в состоянии синтезировать, вот скажем, животные и растительные белки. Именно поэтому мы не в состоянии сегодня, например, там создать полностью искусственную пищу. Все-таки вынуждены использовать там природные ресурсы, или там животный белок, или растительный белок. И поэтому все исследователи, которые работают в области, значит, пептидной терапии и пептидной косметики, естественно, используют для своего сырья, используют белок либо растительного, либо животного происхождения. Ну, на сегодняшний день многие исследователи понимают, что белки животного происхождения, они наиболее перспективны. Но мы, работая с этим сырьем, с этими белками, поняли, что белок белку рознь. То есть в зависимости от того, какое используется сырье, может получиться, вот при одной и той же технологии, просто прямо противоположный результат. И мы это наблюдаем уже и на своей продукции, и на своих экспериментах. Я созванивался с ребятами, которые тоже, мои коллеги, которые тоже работают в этой области, они говорят, мы тоже к этому пришли, но еще пока не знаем, что с этой информацией делать. Что для того, чтобы мы получили хороший результат, надо использовать белок определенного типа. Вот так скажем. Почему мы заострили свое внимание на белках, на пептидах, которые есть у насекомых? Потому что это, на Земле, это самый, это первичный, это самый древний белок. Вот все остальные белки, которые есть там, у остальных животных, там, неважно, там, у змей, там, птиц, там, парнокопытных, у человека, у приматов. Они все более сложные. А раз более сложные, то подвержены, в большей степени, подвержены всевозможным изменениям. Как вы сами понимаете, вот чем сложнее механизм, тем больше вероятность, там, в нем какой-то аномалии или поломки. А вот есть вот простой механизм, там, какие-то, например, палка. Вот есть инструмент такой, палка. В ней ничего, она либо есть, либо нет. В ней ломаться нечему. Есть инструмент, там, сложные часы. Они в любой момент, там, уронили их на пол, могут сломаться. Почему? Потому что это достаточно сложный механизм, состоящий из многих-многих-многих деталей. И малейший сбой в одной из деталей выводит из строя весь организм. Вот так же отличаются первичные белки от белков современных видов животных и растений, которые получились в результате эволюции. Первичные белки, они достаточно примитивны, но они устойчивы и не подвержены всевозможным изменениям и мутациям. И это их делает абсолютно универсальными белками. Вот мы сейчас исследуем аллергические реакции белков, которые мы выделяем из насекомых. Практически ни один белок, который мы на сегодняшний день сумели выделить из насекомых, не имеет аллергической реакции, ну, по крайней мере, у тех пациентов, а мы специально просили провести тесты, у которых аллергия вот на все. Вот моя супруга не может есть яйца, например. И если специальный тест аллергический, туда внесен яичный белок, у нее сразу же возникает покраснение, ну, и прочее, прочее, как эти тесты делаются. Хотя яйца, в принципе, являются диетическим продуктом. Достаточно редкая аллергия. На белок от насекомых аллергической реакции у нее нет. И на сегодняшний день мы уже очень-очень много провели таких тестов. То есть пептидный препарат, который изготовлен из белков, сырьем для которых является белок насекомых, особенно реликтовых насекомых, но у нас не так их много, кстати. Ну, вы знаете, это стрекозы, муравьи, кузнечики, саранча, тараканы, кстати, любимые животные населения Российской Федерации. Вот эти древние белки, они не вызывают аллергических реакций. И поэтому они наиболее перспективны в исследовании. С другой стороны, возникает технологическая сложность. То есть у нас нет ферм по выращиванию, например, стрекоз. Но в Китае уже есть фермы по выращиванию саранчи. Такие есть. У нас еще, слава богу, свободно летающих кузнечиков хватает, их только надо научиться ловить, но это уже наши коллеги научились это делать. Вот в конце месяца, говорят, сейчас будут демонстрировать, как это все происходит. Очень интересно будет посмотреть. Естественно, что белок, который извлекается из крупного рогатого скота, его очень легко извлекать. То есть вы забили животное, и вот по сути вы имеете сырье. Белок, который, значит, извлекается из насекомых, нуждается в определенных этапах извлечения белка из насекомого, отделения его от хитина и тому подобных вещей. То есть технологически это более сложный процесс. Но результат, мы думаем, будет пропорционально затраченным усилием, так скажем. Результат мы ожидаем очень интересный и очень хороший. И в итоге думаем, что года через 3-4 мы практически всю свою продукцию переведем на сырье, которое будет использовать именно реликтовый белок насекомых в качестве сырья. И, естественно, мы будем иметь короткие пептиды, но реликтового белка. Это очень интересный и очень важный момент. Естественно, как мы только получаем расщепленный реликтовый белок, то открываются очень большие перспективы его использования в косметических различных средствах. Ну, так называемая вот модная сегодня пептидная косметика или белковая косметика. Так называемая. Кому-то она из современных идет, кому-то не идет, но сегодняшние пептиды, которые используются в такой пептидной косметике, это в основном белки, извлеченные из отходов мясной промышленности. То есть это, по сути, мясокостная мука, высушенная, из нее извлечен, остатки белка извлекаются. Естественно, сырье очень низкого качества. Почему? Потому что оно является как бы для пищевой промышленности является отходом. Он не является сырьем для фармацевтической промышленности. Это просто отходы пищевой промышленности. Даже если используется белок, например, животного происхождения, даже человеческий белок, там всевозможные отходы, биологического материала, как его называют в клиниках, всевозможные отходы, даже если этот белок используется, он все равно, это тяжелый белок. Это белки, полученные в результате эволюции, находящиеся в достаточно высокой ступени эволюции. И, во-первых, практически нельзя нормализовать это сырье. Почему? Потому что этот белок, он очень разный. Ну, так же, как вот кто знаком с пищевой промышленностью, знает, что с одной фермы, например, мясо телят – это одно, а с другой фермы мясо телят – оно совсем другое. То есть его нельзя нормализовать, у него очень большие вариации расхождения, вариации и по составу, и по качеству. А с другой стороны, он тяжелый. Этим недостатком не обладают белки реликтового происхождения. Мы не знаем, что это будет, там, например, это будут насекомые, или, может быть, еще более древние какие-то существа, которые сохранились до сегодняшнего дня на нашей планете. Но на сегодняшний день у нас это насекомые. Может быть, мы ниже по этапам более вглубь эволюции, вглубь истории уйдем и будем использовать другие, более древние еще существа. Мы этого не знаем, но перспектива этих исследований, она очень высока. Я думаю, в конце года у нас уже экспериментальные продукты появятся, и мы сможем их оценить. Если у вас есть какие-то ко мне вопросы, задайте их, я с удовольствием на них отвечу. А в костях есть белок? В костях кости из белка состоят? Или есть что-то другое? Кости состоят частично из белка. То есть белок в костях естественно есть, присутствует, но в очень небольших количествах. Например, если от общего веса животного в среднем белок составляет 35%, то если мы берем только костяк, ну, например, скелет какого-либо животного, то кости будут составлять, белок будет составлять 1,5% всего от общего веса костной массы. То есть там его очень незначительное содержание. А ДНК белка отличается от мяса от ДНК человека? У белка нет ДНК. У белка ДНК нет и не может быть по определению, потому что ДНК – это информационный элемент некого живого существа. Это не важно, что это, бактерия, вирус или еще что-нибудь. Белок – это те кирпичики, из которых состоит это живое существо. То есть строительный материал вот этих существ – это и есть белок. Вот, естественно, он синтезируется на основе данных, которые получаются от ДНК. Это естественно. Но в белке ДНК нет по определению, не может быть. Белок у ДНК? ДНК – это тоже белок. По сути, ДНК – это тоже белок. – Ну, разные составляющие. – А? – Разные составляющие. – В смысле? Составляющие вообще, они очень простые. Это так называемые аминокислоты, их очень небольшое количество, из которых состоят вообще все белковые структуры. – Ватринь? – Вот. Вот так называемые, ну, составные части, составные части – это вот азотистые вот эти вот основания белка. – Сергей Иванович, а вот при гепатитах все-таки что Вы больше рекомендуете? Вот человек пролечился, бывает там с одного вируса гепатита уходит, на другой особенность сейчас почему-то появилось так, что после пролечивания человек получает эту болячку. Вот что? – При гепатитах, вообще вирус гепатита, первый удар, это естественно на системы очистки и фильтрации организма, это печень, это вот первый удар. Значит, практически все баутаны и все оршаны работают на восстановление печени, это мы знаем, потому что вот там алкоголикам давали, наркоманам давали, у кого печень разрушена, там активная фаза реабилитации печени наблюдается. Поэтому при всех гепатитах, при всех гепатитах, всех видов, там А, Б, И, С, вот, показан, ну это в зависимости от того, человек только начинает пить или он уже пил, показано постоянное потребление баутана. Что бы там ни происходило, как бы его не лечили, но по крайней мере, он частично сохранит функциональное состояние своего собственного организма, защитится, по крайней мере, от тех препаратов, которые очень мощные и достаточно токсичные, которые ему будут давать при лечении. Это раз. Второе, за счет активации иммунной системы лечение будет проходить на более благоприятном фоне. То есть результат, вероятность получения положительного результата во много раз возрастает. Поэтому при любых гепатитах пить надо, но уже, естественно, в лечебных дозировках не менее трех раз в день по 30 миллилитров. Томатол при этом добавляет? Ну, томатол гепатита как к таковому отношению не имеет. Это просто полезная, хорошая вещь. Какой бутатт сравнил? А? Какой бутатт сравнил? Это больше от человека зависит. Если это такой, ну, молодой здоровый организм, то лучше, конечно, аршана пить. Если это ослабленный организм, то лучше, знаешь, чтобы он попил пока бутатт. Спасибо. Все. Ну, спасибо вам. Спасибо. Спасибо.